Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Клементьева, художник, реставратор, искусствовед, преподаватель живописных занятий. И сегодня у нас с вами мастер-класс по живописи маслом. Пишем мы сегодня с вами лес, солнечный лес с лесной рекой, шумящий, бурлящий, спускающийся с камней. Что же нам нужно для работы? Для работы нам нужны палитра, масляные краски, масленка, разбавитель, тряпочка для вытирания кистей, сами кисти. Кисти у нас могут быть разнообразные, самые разные, от толстых до тонких, от пушистых вортистых до плоских. В общем, все, что у вас есть, нам все пригодится. Кроме кистей мы будем сегодня использовать мастихины. Мастихины также могут быть самые разные. У меня есть три мастихина, буду их использовать в разных случаях, как вы сможете все увидеть в процессе работы. И, конечно же, нам нужен холст. Сегодня мы пишем на формате 40 на 60. У вас может быть больше, может быть меньше, какой вы захотите. Пишем мы с вами, как всегда, опираясь на изображение, но не копируя его. Мы создаем свою индивидуальную картину, свое личное произведение искусства, только визуально отталкиваясь от изображения, но используя какие-то моменты, но при этом создавая свое, добавляя свое, убирая то, что нам неинтересно, то, что нам не нужно. В общем, действуем в своих интересах и передаем на холст свои ощущения и эмоции от изображения. Итак, первое, что мы делаем с вами, это создаем среду. Примерно задаем цветовую гамму, не пытаясь повторить все, что есть, но заполняем наш холст цветом, начиная с заднего фона. Не бойтесь, если будете не попадать, все это можно перекрыть. Действуем хаотично, грубыми мазками, потом это мы все выровняем, как нам надо. Следующим шагом мы с вами заложим контрасты на холст. Для того, так как у нас мы видим солнечный день, прекрасный, яркий, то нам необходимо, чтобы создать это ощущение солнца, вытянуть солнечные наши участки за счет того, что мы затеняем другие теневые фрагменты. Чтобы дальше работать с этим освещенным местом, нам нужно заложить тень, создать контраст, чтобы удобнее было глазу воспринимать. Для этого мы с вами набросаем где-то тени. Тоже это дело весьма условно. Все это у нас будет потом, впоследствии, меняться. Но по цвету нам уже сейчас нужно, по тону определяться. Потому что, опять же, мы работаем от общего к частному. Продолжение следует... Продолжаем прописывать задний план, но уже двигаемся еще ближе к нему. Начинаем писать мы стволы деревьев, которые находятся еще ближе, но еще вдалеке. Закладываем сначала их стволы. Опять же, держим кисть за кончик. Ведем ее неровно. Поправляем, если нужно. Задаем более плотный цвет. У основания сосны у нас с вами отдают голубизной. Можно такими вот рывками действовать, создавая уже даже своим движением кисти фактуру. Продолжаем прорабатывать теневые места дальнего плана, работая уже другим инструментом, мастихином, не кистью. То, что я вам говорила, работаем не только цветом, но и формой. Пластихином можно работать и на отлив, прочерчивая линии. Продолжаем закладывать в ветви. Сначала мы их делаем сами, а потом уже хвою будем прорабатывать. Используем смесь синего, красного, белил где-то. В общем, разнообразные. Мастихин очень удобен тем, что идеально смешивает цвета. Причем не то, что идеально, а они идеально живописны получаются. Мы берем разные цвета, и он уже сам нам выдает в разных местах разные оттенки. Продолжаем. Продолжаем. прописывать наш водопад, наш ручей лесной, который как водопад спускается в камни, сначала закладывая его где-то вдалеке, такими движениями, смазанными, имитирующими воду, движения воды. Прописываем передний план, теперь более детально мастихинчиком. Повторяю форму растительности, которая здесь у нас находится. Добавим завершающие штрихи. Где-то что-то уточнив. Добавим дополнительный камешек куда-то в воду. Добавим свет на камень, который у нас лежит у воды. Вот здесь какой-то момент. Немножко уточним ему контур. И теперь взглянув на работу со стороны, оценим ее. Добавим глаза, прищурю глаза, где-то дополнительно введем какие-то носки для разнообразия, для фактуру. И если считаем, что работа закончена, можем ставить подпись. Вот такой вот штрихи. Сказочный лес у нас сегодня с вами получился. С вами была Лилина Креметьева. Давайте творить искусство вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok